Бобруйская телефонная сеть начинает свою историю в 1908-м. Тогда в городе было всего 36 абонентов. Просвет наступил спустя 12 лет, когда в доме на перекрёстке Карла Маркса и Чангарской смонтировали телефонную станцию настенного типа. С тех пор технологии значительно шагнули вперёд. Сегодня сервисный центр «Белтелекум» обслуживает 220 тысяч пользователей. Вот эта аппаратура была смонтирована моими руками. Это была заря цифровой связи ещё. Валерий Соковец вспоминает, как зарождался Бобруйский узел электросвязи. Трудовой стаж в отрасли – 41 год в должности главного инженера. Ветеран, как сейчас, помнит, как тогда всё развивалось. До нулевых, говорит, в основном были телефонная связь и проводное вещание. Узел связи тогда не здесь размещался, а на Чангарской. И нам пришлось пережить период переноса со старого здания в это новое здание всего оборудования. А оборудование было очень тяжёлым. Это работали мы сутками. Когда чувствую сознательную жизнь, вот это вот, начиная от того монтажа и до разборки этого оборудования, когда пришла цифровая связь, всё это прошло через меня. Интернет, бэйфлай, интерактивное телевидение, зала, пакеты услуг ясно. Эти бренды знают практически все жители нашего города. Набирает обороты видеоконтроль. Если говорить о перспективах, компания планирует обслуживать и несколько заправок для подзарядки электромобилей. Сегодня в коллектив Бобруйского узла составляет 209 человек. И самая ценность – это наши ветераны. Ветераны у нас в организации числятся более 250 человек. Для того, чтобы обслуживать их клиентов, абонентов, Бобруйский узел эксплуатирует широкую сеть и станционного оборудования. 115 лет Бобруйский узел электросвязи торжественно отмечает в областном театре имени Дунина Мартинкевича. В адрес специалистов звучат многочисленные поздравления, цветы, грамоты и благодарности от глав администрации и руководства Белтелекома. В этот день всё внимание тем, кто обеспечивает связь 24 на 7. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.